Хорошо быть кошкою, хорошо собакою, где хочу там писью, где хочу там квакаю. Так смешно получилось, я иногда обязана включать видеокамеру, когда я беру эти интернет-классы, и мои собеседники, мои однокурсники прокомментировали, что какие же у меня красивые кошки. Да, ты похожа на кошку, мои бедные собаки не видели вообще улицы, не ходили они на улицу пару дней, у нас снег, потом дождь, и поскольку они у нас частюли большие, они у нас в такую погоду не ходят, и они просто, просто уже не знают, что делать от бешенства. Ты бешеная собака, ты бешеная собака. Ой, я чуть ли не упала. У Диарелла особенно, в особенности, очень-очень много энергии, она у нас очень гиперактивная собака, очень гиперактивная, очень-очень-очень-очень. Она у нас просто не знает, что делать, просто не знает. Какая куколка, и моя куколка-миуколька. Какая куколка, дживанни всегда усталый. Ты такой усталый-усталый. А ты гиперактивный-гиперактивный. ха 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 кто тебя видел? кто тебя видел? ты игривый, ты игривый песик ха 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 ты игривый песик И дальше что? Кепёшка, кепёшка, коврёшка, телякий бабушка. Собачки чувствуют запах мяса, они проголодались и базарят. А только что мне пришла посылка. Вот такие вот наклейки. Наклейки на самом деле на половину стены. Это такая, типа берёзки с птичками. Будет интересно, я хочу заполнить пустое место на стене, поэтому мы сейчас это будем вешать. Я хотела с вами поговорить о моей учёбе, потому что вопросы поступают, и я как бы пытаюсь ответить, но те же вопросы поступают. Поэтому... Ой, кто ко мне? Кто ко мне идёт? Так, значит, на кого я учусь? Здесь учусь я, переучиваюсь из клинического психолога в индустриальное психолога. Индустриальный психолог, промышленный психолог, занимается организацией бизнеса, как правильно нанять людей, каких людей, как правильно заниматься стратегиями бизнеса, как построить там разные идеи, как продвинуть бизнес глобально, как... Чуваня хочет мне помочь с ответами. Как можно повысить мотивацию людей, продуктивность и так далее. Поскольку эта программа рассчитана на тех людей, которые работают, они часто предлагают учёбу по интернету. Если бы мне сказали 10 лет назад, что можно заниматься по интернету, я бы сказала, что это, наверное, очень легко и просто. Берёшь учебник, сидишь в пижаме, в наушниках и слушаешь лекцию. На самом деле, мне кажется, я это уже не первый раз беру по интернету, классы такие, они в два раза сложнее, чем находясь в классе наяву. Материалы очень-очень сложные, слушать эту всю трансляцию по интернету, через наушники, постоянно тянуть руку, всё это через камеру, через веб-камеру. И всё время надо что-то там умное говорить, очень-очень быстро это всё надо, на ногах думать. Не на ногах, я это перевожу с английского. Ну, короче, очень-очень-очень-очень надо быстро думать, очень надо быстро придумывать ответы. Постоянно вас делят в разные группы, у вас соревнования по каким-то идеям, по каким-то... Ну, короче, просто очень сложно на самом деле, но осталось мне ещё пару месяцев, и я думаю, что, если всё нормально пройдёт, то в мае у меня уже будет выпуск. Также хочу сказать, что раньше я записала видео о курице, которое вы увидите в начале этого видео. Хотела я поделиться с вами рецептом куриной грудки, которую я нашла по интернету, потому что мне кажется, что куриную грудку на самом деле очень тяжело делать. Она такая более полезная пища, она менее жирная, чем куриные ножки, чем куриные ляжки, чем куриные крылышки, она более постная еда. И её сделать, как-то приготовить вкусно, мне кажется, сложновато. Без какого-то там майонеза, без каких-то начинок сыра, без каких-то хлебных крошек и прочее. Поэтому, если её правильно приготовить, она очень часто выходит супер какая-то сухая и невкусная. Поэтому я посмотрела по интернету какой-то вкусняцкий рецепт, и в тот момент, как раз в этот же день, пасквали сократили, поэтому у меня не было настроения записывать вообще, как я её готовлю. Но вы увидите, что эту курицу я замариновала. Это было, наверное, недели две назад, что я с ней сделала. Я её, по-моему, держала в чесноке. Чесноке, специи, и это всё как-то мариновалось. А ещё полила я на неё оливковое масло, и это у меня стояло пару часов. После этого я её обжарила, потом чуть-чуть накрыла водичкой, и это всё у меня тушилось чуть-чуть. Такая она набралась сочности. И после этого мне сказали по интернету снять её со сковороды и сделать отдельный соус. Соус я сделала чуть-чуть из сливочного масла. Растопила, ну, буквально, я не знаю, наверное, одну столовую ложку масла на три огромнейших грудки. И я выдавила туда лимон, целый лимон. Было очень-очень вкусно. Ещё я добавила чуть-чуть крахмала, чтобы этот соус был более густой. Потом я положила эту курицу обратно. И был просто шедевренный вкус. Понравился и мне, и под сквалью. Было полезно, и не жирно. И, да, поэтому советую этот рецепт. Ну, вот так. Почему-то, мне кажется, мои глаза сейчас выглядят очень зелёными. На самом деле ничего не изменилось. Мне кажется, это просто такой свет. Очень компанейский парень. Сам он сам по себе не умеет сидеть. Кто теперь бешеный? Просто с ума сходит. Тазачка, ты устал? Или опять будешь сумасшедничать? Мы с вами отправляемся в один из прекраснейших магазинов, который называется Trader Jones. Красная вывеска. Они на самом деле начали этот бизнес в Калифорнии. И просто потрясающая органическая продукция. Очень-очень вкусная и дешёвая еда. Эта еда у нас чуть-чуть дороже в Нью-Йорке. Из-за того, что у нас недвижимость дороже. И прочее. Перебоз этих продуктов из Нью-Йорка в Калифорни. Но просто потрясающая еда. И они ещё делают доставку на дом. Не бесплатную, но всё равно дешевле, чем любые наши супермаркеты около нашего дома. Поэтому я думаю, это того стоит. Очень-очень много народу здесь, в сумасшедшей очереди. Но выбора никакого нет. Кушать надо. И деньги мы хотим сэкономить. Тут очень много продукции из ферм. И вот такие очереди у нас. Как будто последний день. Как будто раздают бесплатно еду. Такое вот у нас положение в Нью-Йорке. Еды меньше, чем людей. Мы приближаемся к кассе. И это радует. Другие картошки. У меня даже не было времени обложить в пакет. Но ничего. Окей. Идём катался с женеем ям. Excuse me, please. Ma'am. Sorry. Опять интернет-класс. Хочу спать. Мы, к сожалению, сейчас с Диареллой отправляемся в скорую помощь. В ветеринарскую скорую помощь. Я себя очень плохо чувствую в последнее время. Это всё началось с того, что она... Ну, как бы с животом у неё были проблемы. И потом она как-то так надулась. И я начала читать разные там какие-то симптомы, диагнозы. И мне, конечно же, стало плохо. Потому что помимо рака в собаках очень распространённо то, что у них надувается живот, переворачивается живот. И, короче, я не знаю. Будем надеяться, что это не это. Но посмотрим. Идём мы сейчас в больницу. Потому что время 10 вечера. Класс я закончила свой. Мой ветеринар уже не принимает по таким поздним часам. Будем держать кулачки за маленькую Диарелочку. Только что я её взяла делать прививки. Я не думаю, что с этим связано. Но вот пару дней назад мы сделали прививки по полной программе. Потому что, если не делать прививки, и, не дай бог, допустим, собака, во-первых, кого-то может задеть или укусить, хотя она не кусачая собака, её сразу как бы могут у меня отнять и усыпить. Как бы дико это не звучало. Не звучало. Также это предстерегает собаку от разных болезней. У нас проблема тут с крысами, как вы знаете. И не к столу будет связано. Если собаке даёт прививку против крысиной мочи, которая вообще на каждом у нас углу, то собака это не принесёт и не в дом, и сама будет как бы без всяких болезней. Короче, мы пришли. Мы никогда здесь не были, но слышали неплохие отклики. И они открыты 24 часа. Итак, пойдём посмотрим. Я боюсь, если честно. Очень боюсь. Пойдём. Ой, какое-то неприятно, конечно. Я очень шаркаю в своих углах. Мне просто невозможно ходить. Еле-ле-ле ноги ходят. Знаете, собственными руками принести собачку свою любимую на какой-то там какой-то неприятный приём. Ноги не слушаются. Поехали. Продолжение следует... 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 Вот она такая у нас тонкая особа, что может быть у нее пневмония, ей сделали рентгены, после этого ей надо принимать антибиотики. Я направляюсь домой. Она такая испуганная была, такая испуганная, она прямо у врача обкакалась, моя сладкая девочка, ей одели подгузничек. Я так хочу домой, так хочу принять душ, день был длинный, очень-очень много домашних заданий. Всем матрешчикам спокойной ночи, всем спасибо, что вы присутствовали со мной в моем кусочке жизни. Всем пока, до скорых встреч. Кто рад быть дома? Кто рад быть дома? Приезжали? Пошли домой, пошли, 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 где ты живешь? Нет, не тут ты живешь, идем. Где ты живешь? Вот здесь ты живешь, молодец. Чиваня уже кричит, выступает. Заходи. Чивани!